Прохладный душ, бассейн, вентиляторы и кондиционеры, прохладительные напитки, мороженое. Так спасается в жару человек. У животных в зоопарке таких бонусов нет. Лишь благодаря стараниям сотрудников зверинца питомцы чувствуют себя нормально. Хищникам, львам и тиграм регулярно поливают вольер и меняют поилку. А водные процедуры они принимают не выходя из клетки, два раза в неделю. Правда, не все представители кошачьего семейства рады такой процедуре. Но только так они будут в тонусе, уверяет ветеринар зоопарка. Купание животных проходит под присмотром ветеринара. В зоопарке везде есть тень, там животные часто прибывают. Летом наших зверюшек переводят другие вольеры. В жаркое время зоопарк в основном работает в том же режиме, только еду животным не подаем горячей и прибавляется купание. Освежающий душ не для всех обитателей зоопарка. В клетках других животных предусмотрены специальные водные приспособления. Привычный рацион питания для медведей зоопарка – это пшеничная каша, которую они сейчас поедают. Ну а после начнутся водные процедуры, которым они, в отличие от хищников, приступают самовольно. Медведям повезло. В их клетках установлены бассейны. В любое время дня они могут окунуться в воду, иногда от изнуряющей жары, а порой просто резвясь и играя. Есть в зоопарке и такие животные, которые не нуждаются в водных процедурах. Например, копытным в летний период достаточно пить много воды, при этом душ совсем не обязателен. В целом животные из зоопарка адаптированы к местному климату. Многие из них родились и выросли в Шемкентском зоопарке. Немного сложнее переносить жару приезжим гостям к цирковым хищникам. И снова на помощь приходят люди и купание в прохладной воде. И там ванна есть, они плавают целый день, потому что здесь жарко, это очень хорошо, конечно. Давно просто я работал, например, в Таджикистане, в Ашхабаде, это все зима. И в Алматы, и в Астане, и в Карагандах была зима постоянно. А им это, конечно, тяжело. А сейчас солнце, они целый день, солнце вообще мне очень-очень нравится, конечно, потому что они так ведут себя. Они нормально переносят жару? Конечно, это африканские, это африканские животные. Даже тигрята мои, они бенгальские, тоже они на жару терпят. А уссурийские тигрята, которые не терпят. Работники цирка любят животных и жалеют их. Пушистым артистам значительно сократили количество репетиций.